Здравствуйте, товарищи! Как сохранить молодость сердца в любом возрасте на уровне 20 лет? Как предотвратить возрастные изменения сердца? Возможно ли это? Да, возможно. Как? Сейчас я вам расскажу. И главный вопрос, в каком возрасте начинаются изменения в сердце? Из какого возраста можно всё легко поправить? Сердце, по сути своей, это мышечный насос. У всех теплокровных животных оно состоит из 4 камер, 2 предсердия и 2 желудочков. Полную анатомию и физиологию с разбором двух кругов кровообращения я подробно пояснял в моём старом видео про сердечно-сосудистую систему. Ссылку оставлю. После онкологии смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на втором месте в мире. Кто-то считает, что ещё пока на первом. В любом случае, всем людям жизненно важно посмотреть полностью это видео, которое спасёт вам жизнь и уж точно продлит активные годы здоровой жизни. продлит на долгие годы. Под этим видео я вам оставлю минуты по этому видео, то есть тайм-коды, а также ссылки на всё то, о чём я вам буду сейчас рассказывать. Не спрашивайте, пожалуйста, потом. С возрастом сердце становится слабее. И тем быстрее приходит в негодность, чем меньше человек занимается физическим трудом с кардионагрузками. Ведь физическая активность – это природная норма, то есть необходимость и условия поддержания здоровья. Опуская физиологию, механику, левый желудочек перекачивает уже богатую, насыщенную кислородом кровь в общий кровоток для обеспечения кислородом всех органов и тканей организма. Чем моложе сердце, тем оно эластичнее. При расслаблении в камеру левого желудочка прибывает больше крови, чем при плохом, неполном расслаблении сердца. Значит, тогда оно выбрасывает кровоток при сокращении, то есть при систоле, меньше крови, чем положено в норме. А потому главная оценка состояния здоровья сердца – на диастолическую дисфункцию. С возрастом сердце хуже растягивается, и объём крови перекачивается меньше, и при любой физической работе это ощутимо. Это сказывается на самочувствии, на качестве жизни. И это можно измерить на эхокардиографе. Ударный объём сердца у молодого человека достаточен для выполнения определённых физических нагрузок, а у пожилого нет. У него увеличивается частота сердечных сокращений для выполнения той же физической работы, что и у молодого. В покое, как правило, у пожилого частота пульса выше, чем у молодого. Когда же в покое частота сокращения сердца увеличивается от нормы, это называется сердечной недостаточностью с сохранённой фракцией выброса. Человек постепенно дряхлеет, двигается всё меньше, у него повышается давление в лёгочной артерии, человек поднимается на второй этаж и даже просто пройдёт немного с сумкой, и уже задыхается. А в тяжёлых случаях человек еле ходит и не может выполнять простые физические работы. Что делать? Надо измерить скорость наполнения левого желудочка на доплеровском исследовании, и всё будет ясно. Итак, про три необходимых исследования на состояние сердца вы уже теперь знаете, запишите их. Конечно, нервы, стрессы ускоряют износ сердца, что очевидно всем и каждому. Итак, если человек мало двигается, а ест как молодой, что обычно и происходит, у него уже свисает живот в складках, плохая память, он всё время уставший, апатичный, раздражённый, у него тяга к сладкому, к перекусам, то у него точно есть инсулинорезистентность, а это старение всего организма и путь к артериальной гипертензии, диабету второго типа и ранней смерти от инсульта, инфаркта или рака. Зачем вам это? Мои видео про инсулинорезистентность сладкое, посмотрите потом непременно, они вас заставят действовать. Итак, старение сердца – это уменьшение его растяжимости, расслабление, то есть диастолы, эластичности сердечной мышцы. Невыполнение функций сердца называется диастолической дисфункцией сердца. Тогда сердце выбрасывает крови меньше своей нормы, поскольку в него крови при неполном его расслаблении заходит тоже меньше. И тогда сердце начинает за минуту перекачивать крови меньше, чем раньше. Чем в норме, тогда и развивается сердечная недостаточность. То есть крови недостаточно для обеспечения организма кислородом и питательными веществами. Тогда на периферию организма крови приходит ещё меньше, и по микрокапиллярам она течёт медленнее нормы. Добавим к этому из-за инсулинорезистентности, из-за потребления высококалорийной пищи и малоподвижного образа жизни, атеросклероз, тромбоз. И тогда мы получим в перспективе проблемы от облитерирующего эндертерита до инфаркта. Люди, кто ведёт сидячий образ жизни, малоподвижный образ жизни, имеют эту проблему гораздо чаще, чем те люди, кто в том же возрасте ведёт активную, физически насыщенную жизнь. К примеру, у спортсменов, кто до преклонных лет сохранил высокую физическую активность, тренировки, ну скажем, лет в 70. У них уровень растяжимости сердца точно такой же, как у тех, кому 20-30 лет. Это не моя фантазия, это абсолютная непреложная истина, полная доказательная медицина. Такие исследования проводились. Ссылки на них я вам оставлю тоже под этим видео. Да, были исследования, они показали, что те люди, кто занимается физически 2-3 раза в неделю спортом, скажем, по часу, полтора, разными физическими нагрузками, такими как бег, велосипед, по показателю растяжимости миокарда, ничем не отличались от тех, кто вёл сидячий образ жизни. То есть этого недостаточно. 2-3 дня в неделю недостаточно активно заниматься тренировками. А вот те люди, кто занимался по 4-6 дней в неделю, по часу, полтора в день, то есть постоянно держал себя в тонусе и своё сердце удержал в тонусе, у них были отличные показатели растяжимости и полноценные работы сердца, как в молодости, как в 20-30 лет. Чтобы предотвратить возрастные негативные изменения в сердце. Вот когда надо начинать активную физическую работу, не позднее, чем в каком возрасте, возникает вопрос. Вот тем людям, кто не занимался этим до сих пор, ответ был получен. Самые явные физические изменения начинаются в сердце после 50-52 лет. Потому самая эффективная профилактика – начать заниматься сердцем до 50 лет, и чем раньше, тем лучше. Но тогда возникает второй вопрос, а кто прошёл этот рубеж 50 лет? Возможно ли что-то изменить, улучшить показатели сердца? И ответ очевиден – да, возможно. Были получены на то доказательства. Слушайте внимательно как. Всем людям, особенно с 50 лет, необходимо заниматься тренировками на выносливость, кардионагрузками аэробными и прочими физическими занятиями по 10 и более часов в неделю, 5-6 дней в неделю. То есть, ещё раз, и аэробными нагрузками, и силовыми нагрузками, и гимнастикой, и лёгкие пробежки кто может, физически, или быстрой ходьбой, или на велосипеде. Обязательно принимать витамин С, поскольку он, помимо его антиоксидантных и прочих функций, способствует уменьшению возрастной потери мышечной ткани и приросту мышечной ткани в молодом возрасте, что очень важно для сохранения к старости потенциала мышечной массы. У меня было видео про связь витамина С и мышц, оставлю его по ссылке, как и обещал. Напомню, кто не смотрел то моё видео. Каждый год с 25 лет теряется мышечная масса от 0,5% до 1% от общего объёма мышечной массы в год. Но этот процесс можно замедлить. Принимать витамин С надо от 0,5% до 1 грамма в сутки. Акцентирую, сердце это тоже мышца. Так вот, от начала таких занятий через 2 года начинаются явные положительные изменения, и все показатели сердца всегда улучшаются, заодно возникает прилив сил, энергии. Здесь очень важно поддержать сердце и прочие мышцы для выносливости, энергии, и принимать дегидрокварцетин, ну и, конечно, коэнзим-Ку-10. Это незаменимые вещества для наших митохондрий, для наших энергостанций организма, в том числе и в первую очередь мышечных. Безусловно, необходимо правильное питание, этому посвящён мой канал. Надо убрать из рациона питание сладкое, оно вредит сердцу. Физическую работу надо чередовать с отдыхом. На изнурение не надо тренироваться. Подвиги совершать не нужно, особенно резко, после сидячих лет-то жизни. Конечно, если есть уже болезни сердца, ну тогда надо подобрать нагрузки индивидуальные с лечащим врачом-кардиологом. Но если вы хотите 80, 90 и 100 лет, и даже более, а об этом маленькая видеовставочка будет чуть далее, так вот, если хотите быть активными в любом возрасте, ну и жить, конечно, дольше, то начинайте тренироваться каждый день. И дело не только в сердце, но и во всех мышцах организма, в подвижности, ну и в митохондриях, конечно. И тогда ещё снизится повышенный сахар и инсулин в крови. Только одни плюсы. Движение – это жизнь, это истина. Ну а вот бабушка, которая занимается несколько раз в неделю. Раньше она была спортсменкой, она доктор наук, профессор, но физическую активность свою она не бросила. До сих пор она ходит в спортзал и питается очень ограниченно. И никакого сахара ни в каких продуктах не ест. Посмотрите сейчас этот небольшой, но потрясающий сюжет. Ей 106 лет было в прошлом году. Родилась она в Нью-Йорке в 1916 году. Ходить в тренажёрный зал, заниматься с тренером она начала в 93 года. Работала она всю жизнь микробиологом, она является профессором в Гарварде. Помимо этого она чемпионка по плаванию, у неё 52 медали. Последнюю медаль она получила в возрасте 93 лет. Тогда она бросила, что называется, ну назовём это большой спорт, и перешла в спортивный зал. То есть, обратите внимание, она всегда поддерживала физическую форму. Сейчас у неё чередуются кардио-тренировки и силовые тренировки. Её тренер, которому за 70, говорит, что очень важно хорошо усердно упражняться, чтобы сохранить силу физическую. Тренировки должны быть, любые упражнения до мышечной боли, иначе толку не будет. Это, кстати, то, о чем я говорил в своей уже старой лекции, как нарастить мышечную массу. Два условия должны быть для этого. Ну, то же самое и здесь. У неё очень хороший сон, потому что хороший гормональный баланс. Сон – это восстановление, он должен быть хорошим. Она говорит, начинать, менять свою жизнь никогда не поздно. Она любит общение, разговоры, ходит по театрам, музеям, прекрасно себя чувствует. Её дочери более 80 лет. Она считает свою дочь и её сверстников молодёжью. Она не считает себя слишком старой. Её завтрак – это овсянка, много ягод и фруктов. Мучного она почти не ест, никакого сахара в её рационе нет. Она вообще мало сладкого ест, то есть больше овощей и зелени. Мясо не ест вовсе. Внимание! Ну и, кстати, говоря о старости. Вот сейчас долгожители официально, как бы, это те люди, которым более 90 лет. А вот послушайте, я в одном видео это говорил, маленький отрывок. На Киевской конференции по проблеме генезиса и профилактике преждевременного старения, проходившей в 1938 году, было установлено существование двух видов старости. Старости нормальной или физиологической наступающей возрасте 100 и более лет и старости патологической, носящей разный характер и по-разному развивающейся. Вот так-то имейте это в виду. Ну так вот, теперь вы, я надеюсь, не скажете, что вам слишком много лет. Правда? Это будет просто стыдно. Напишите под этим видео, вы хотели так сказать до просмотра этого сюжета, ну что-то в этом роде. И что вы скажете теперь? Вот напишите, пожалуйста, под этим видео, что вы можете сказать теперь. Что-то изменилось в процессе просмотра этого моего видео или этого сюжета? А я вам скажу, чтобы начать что-то менять в своей жизни, пока вы живы, не поздно, никогда и ничего. Но, безусловно, лучше раньше, чем позже, надольше сохраните потенциал своей жизни. Не растратите его впустую раньше времени. Безусловно, эта бабушка принимает БАДы, как и все разумные люди. Ведь все мы накопили дефициты разных питательных веществ, и примерно лет с 30-35 их дефицит разных витаминов, минералов, жирных кислот особенно опасен. Их обязательно надо срочно устранять. Для укрепления сердца, иммунитета, энергии, помимо физических занятий, обязательно принимайте бетаин, кардицепс, магний, амафор, рейши, дегидрокварцетин, витамин С, куэнзим-Ку-10. А ссылку на этот идеальный набор, куда входят все эти нутриенты, натуральные, органические, я вам оставлю под этим видео, которое вы сейчас смотрите. На первом месте. Сверху. В наши дни не получить из продуктов питания всех необходимых питательных веществ, но важно, чтобы биодобавки были натуральными, а не синтетическими. У нас именно натуральные, природные, с самым высоким КПД всасывания и усвоения. Что ж, смотрите все мои видео, ссылки на которые будут под этим видео. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. Вся информация дана на сайте nadgard.ru, ссылка под видео. Прошу написать комментарий под этим видео. Это продвигает и само видео, и канал в целом. Помогите мне в этом, как я помогаю вам очень важной информацией. Да, у меня есть инфопродукт номер 22. Как быть здоровым человеком, если не лениться. Там все, и о питании, расчет, и как таблицы себе правильно составить. Что еще важнее, алгоритмы очень рекомендую. Подпишитесь на мой данный канал, кто еще не подписан. Нажмите под видео слово подписаться. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомление. И выберите слово сочетание все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Но если вы подписаны, а уведомления о выходе новых видео вам не приходят, отпишитесь от рассылки и сразу подпишитесь заново, точно так, как я вам только что сказал. Тогда все наладится. Прошу переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам. Кто вам дорог? Поделитесь этим моим видео в соцсетях. Может быть мы вместе поможем людям стать здоровыми и активными. Желаю всем хорошим, порядочным людям, крепкого здоровья и разума. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под этим видео. Всего хорошего.